Девушки отдыхают А невеста у нас Любовь, давайте знакомиться Я прыгала со скалы, падала с лошади и ныряла с дайвингом Ну а теперь пришла на программу «Давай поженимся» А поддерживают меня мои ближайшие подруги Алена и Настя Спасибо Любовь, 22 года Дважды выходила замуж за одного и того же мужчину Первый раз развелась, уступив мужа лучшей подруге Второй незнакомой женщине с ребенком Любовь директор собственной хореографической студии Танцует стриптиз в ночных клубах Помогает детским домам и приютам для бездомных животных Гордится тем, что спасла жизнь двоим детям Мечтает увидеть северное сияние и посетить 72 страны Предупреждает, что приготовление еды считает пустой тратой времени Люба не ответит взаимностью кавалеру Который носит дорогой костюм и живет в комнате с ковром на стене Не потерпит неуважительного отношения к старшим Выйдет замуж за худощавого мужчину Который не будет запрещать ей общаться с бездомными людьми и животными А также сможет терпимо относиться к ее работе Здравствуйте Здравствуйте А что вам приличные костюмы-то мужские дались? Нет, я не против костюмов каких-то таких официальных, да? Но только они должны быть к месту У меня же к месту костюм, да? Да, у тебя более чем к месту А вообще что это за страсть такая общение с бомжиками? Ну не с бомжиками, просто я стараюсь себя самореализовывать, да? Ну и помогать людям, а также, собственно говоря, животным, которые это не могут сделать сами А вы вот так прям к валяющимся дяденькам и тетенькам в подходе говорите Нет, ну это конечно утреннирование А чем вам помочь? А как помогать? Нет, нет, нет На самом деле основная помощь заключается, естественно, конечно, в сборе средств Да, то есть это не обязательно деньги, но это еще, может быть, одежда, еще какие-то моменты Девочка, по крайней мере, имеет взгляд на мир, отличающийся от того, который тебе навязывает телевизор Да, оригинальный, оригинальный Понимаешь, вот верит в то, чем занимается, это здорово Двоих деток спасут мне конкретные какие-то Случайно получилось, первый раз у меня у сестры тонул ребенок Я на рефлексе кинулась, спасла После этого я решила сходить в школу МЧС и закончить именно по спасательству Молодец А второй раз? Это было абсолютно случайно, на пляже была женщина с множеством детей Я даже до сих пор не помню, их было пятеро, четверо или шестеро В общем, она не смогла за ними за всеми уследить И ребенок из круга вот этого плавательного Просто, ну вот, круг есть, ребенка нет И все такие, что делать? Его тоже нырнуло Какая молодец А смотри, а брак свой не спасла Брак не спасла А вы расскажите, вы были замужем по большой любви Да Ну и как вот первый раз случилось, что у вас увела лучшая подруга? Была у меня действительно подруга, я с ней общалась с четвертого класса Мы называли друг друга сестрами Это было не только на словах, мы вместе жили Вместе сестра молочная Если первый раз она у вас увела мальчика от Билы, еще в глубокой юности Вы это простили, а второй раз уже мужа увела Схема один раз работала, надо повторять, правильно? Конечно На нее ловила тупо мужиков Хорошо, это грамотно, технично Так получилось, что у меня была какая-то большая такая юношеская, скажем так, любовь И впоследствии я узнала, что пока я добивалась этого мальчика Она его уже давным-давно добилась Только я об этом была не в курсе И первый раз, естественно, было очень тяжело поверить Что человек, которого я люблю И человек, которого я называю своей сестрой Меня так смогли предать Но прошло некоторое время Я ее просила Я вышла замуж Порядка восьми месяцев мы прожили в браке То есть даже года еще не было У нас была первая такая прям крупная ссора Я сказала ему, что я уехала ночевать к родителям А на самом деле пошла ночевать к соседке Ну она меня приютила Там вот куда ты в такую метель Это дело было зимой глубокой Ну и потом вы думали, что несколько часов перебесите Если рано утром к нему с блинчиками Да, рано утром не с блинчиками Осознаете А поздней ночью она вышла из нашей с ним квартиры В моем халате И, слава богу, в своих чулках Да Ну смотрите, не оскорбила же вашу квартиру Не стала же курить в квартире А вышла хоть на личную клетку Пока мы, да Стоит отдать ей должное Ну пожалуйста, оттаскали? Да Могу сказать честно, да Потому что Нет, на самом деле Вы не подумайте, что я такая прям агрессивная женщина То есть, ну, я говорю, это не то, что были какие-то там побои или еще что-то Я просто хотела человека вылезть из своей территории Да, естественно Она потом написала на меня заявление в милицию о том, что за причинение особо тяжких телесных повреждений И вот вы сидите в обезьяннике с этими бабушками, без субами, красными шапочками Там не бабушки, а были алкоголики и проститутки, ничего страшного Ну они все видели, как бабушки старые Ну И кто вас оттуда вызволял? Друзья, брат троюродный, подружки А вот вы развелись после этого А он был на ее стороне, ему как бы было все равно Любаш, и вы развелись? Да, естественно Такая она простая вообще, вот так вот, не, знаешь, не вычурная Обычная девушка Не вижу в ней такого пафоса Выглядит не на 22 года Но выглядит, да, постарше Проходит какое-то время, вы с ним встречаетесь снова? Нет, нет, он на развод уже пришел с другой женщиной Третьей? На тот момент, да, она была третьей, но я не знала, что она третьей, я думала, что вторая Ну, пришел на развод С моей лучшей ученицей, я же преподаватель танцев Пришел с моей ученицей И, в общем, на тот момент у них уже тогда были отношения, хотя мы еще не успели развестись Какие хитросплетения, боже мой Да, то есть лучше подружки Как вы весело живете, как город называется? Зеленоград Молодцы Да, молодцы, а что, всю семью и подруга, и лучшая ученица, и соседка 40-летняя с ребенком Да, соседка, да, тоже была, об этом я узнала за неделю, уже до второй свадьбы Как у любви обильно Синезатор А все, главное, все, все то, что рядышком лежит А зачем второй раз ты за него выходила замуж? Да я, понимаете, такая ситуация, я просто подумала, что мы столько всего вместе пережили, и что я ему столько всего простила А что пережили-то? Баб И что после этого он меня должен, по идее, очень... Боготворить Ну, не то, что боготворить, я на это не рассчитывала, я рассчитывала, как минимум уважать, и понять Любань, я вот что делаю Любаш, я вот что думаю, может он вам стил за то, что вы танцы всякие фривольные, там, для других мужчин показываете? У меня фривольные, на самом деле, вы так сказали, то, что стриптизерша, я уже давно гоу-гоу танцую, именно из-за того, что... А это разве не одно и то же? Нет, это разные вещи, я не раздеваюсь Как ты относишься к тому, чтобы жена танцевала гоу-гоу? Да, ну, надо здорово к этому относиться, и почему бы нет, если это нравится, я считаю так Ой, и вот вы второй раз с ним когда уже сошлись, что там было счастье в личной жизни? Да, прям такое счастье Было? Долго? Надолго хватило? Нет, ненадолго, опять у нас промежуток был меньше года, ну, примерно такой же, я думаю, что месяцев 10 Ну, в общем, последней точкой моего кипения, я не знаю, терпения, стало то, что я переехала, мы переехали на новую квартиру, но, как оказалось, туда переехала только я, а на его другой квартире уже жила другая женщина, да еще с ребенком Чего? Ну, да, гулять-то гулять При том, что я его безумно просила детей, ну, как никак не могла забеременеть, а его это, ну, не интересовало абсолютно, я не знаю, там, после какого срока считается бесплодной семья, но у нас он приближался Но вот так даже, когда вы сидели в обезьяннике, вы же были беременны, и вы сказали, что у вас был выкидыш, да? Да, ну, потому что он меня довел, я не смогла выносить ребенка, я очень сильно переживала И вот, будучи в браке вашему суженой, да, второй раз, вдруг стал папой для чужого ребенка Да, мы еще не успели развестись А уже из вашей квартиры доносился детский год Папочка, кто там пришел? Я очень хорошо помню, у меня эти слова стояли в голове еще, наверное, неделю Какая прелесть, какая прелесть Когда я приходила к нам в дом, оттуда опять запирали от меня дверь, и там кричал ребенок, папочка, а кто там пришел? Может, мне тоже в Зеленоград поехать жить? Смирное место Ничего себе Ну, там очень лихо закрученный сюжет, на самом деле Так по жизни Любаш, а теперь давайте ближе к делу Пришли на программу «Давай поженимся», значит, у вас серьезные намерения Ну, хоть какие-то выводы сделали Подружек больше вот у меня особо нет Правильно, а еще что? Их круг очень сузился, скажем так, очень быстро Мужчину, какого теперь будете выбирать? Ой, не мышастого, это точно Я поняла, не мышастого Это что такое мышастый? Ну, мышастый С хвостом, что ли? Или с ушками? Нет, 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 не с хвостом Пусть бы с хвостом с ушками, главное, чтобы не мышастый Я это называю кролик Ну, короче, млекопытающий низкий грызун Я знаете, какую поняла вещь, что чем мужчина обычнее в плане того, что приземленнее Сирия, тем больше у него внутри каких-то комплексов, которые он хочет подавить за счет женщины И вот я так поняла, что мой муж был именно таким Ну, я думаю, тебе это не грозится Это как бы наоборот не получилось Вот я смотрю на вас, вот все при вас, и характер, и такая открытая Вы танцуете, и душевно, и собачек с кошечками, и бомжиков можете приласкать Вот думаю, в чем ваши проблемы? Сами как определяете? Могу сказать Мало бывает дома в силу вот этого списка занятостей, увлечений, работы и так далее Не люблю готовить Не люблю Мама у меня чудесно готовит Я в папу Хотя папа у меня тоже чудесно готовит Действительно, откуда ноги растут? Сила того, что пока еще молодая У нее стремление, она хочет побывать, попробовать Может еще и готовить, научиться Зачем неплохо у нее все это получается Да готовить это вообще не проблема А что, любовь пришла к мужу, ни с чем и ушла, ни с чем? Нет, почему ни с чем? Я-то в принципе с неплохим, мне кажется, приданным невеста Ну как минимум, я знаю, что сейчас состоит квартирный вопрос, да, у многих молодых пар У меня он не стоял никогда, я с 16 лет живу одна, у меня своя квартира Ну вы не прописали туда, я надеюсь, муженька-то Нет, конечно А как получилось? В 16 лет вы, дочь из благополучной семьи, ушли жить самостоятельно? У меня разный биоритм с родителями, я же по ночам работаю, было неудобно, это во-первых А вы в 16 лет зажигали? Да В клубе, а мама чего, задницу не выпала? Счастливое детство Нет, не выпала В 16 лет я стриптиз не танцевала, это тоже я утрированно, да, говорю Но вплоть до того, что мама мне мазала татуировки, чтобы они быстрее заживали Это действительно так и есть У меня чудесные просто родители, которые примут меня вот с чем бы я ни пришла С любым бомжиком, с любым котенком И еще и с бомжиком А братья и сестры есть у вас? Нет, я долгожданный, единственный поздний ребенок Вот так По поводу того, что почему еще начала жить одна У мамы, к сожалению, очень сильная аллергия на животных Понятно, значит, животных сегодня не выбираем Выбираем приличного мужчину, который сможет вас повести за собой Да, мама сказала, что словно приводи, я буду чекать Правильно Дорогие мамы, не отпускайте рано от себя девочку Все-таки иногда ежовые рукавицы нужны Для таких, как Любочка Они, в принципе, тоже были, на самом деле И пусть эти ежовые рукавицы у нее будут в будущем Потому что если она себя... Гвозди найдем Рукавицы тоже Вы человек воздуха У вас выделена воздушная стихия Не только знак близнецов, но и луна водолейская Вы легкомысленные, откровенно легкомысленные И вам никогда не будет вести Вот запомните Ваше от жизни будет только то, что вы тяжелым трудом заработаете и возьмете В том числе и в отношениях Она просто ищет приключений Вот просто ищет приключений На пятую точку, да? Да, на пятую точку Вы должны просто определить тип мужчин Которому вам категорически нельзя близко подходить Как только какой-то налет криминала Как только мужчина мутный Как только будет при вас царить деньгами Будет что-то обещать Слишком скоро Просто бегите от таких Начните себя беречь То есть у нас в принципе сегодня задача Выявить отрицательные качества А не положительные Будем стараться Спасибо Выбирайте Мужчину не простака Вы девушка простая все-таки И к сожалению К вам будут тянуться мужчины именно такого типа Я считаю, что сложность мужская В вашем случае будет большим достоинством Поэтому выбирайте Ну не то, чтобы сложного, замороченного А не выбирайте уж слишком раскрепощенного Слишком из народа Чуть-чуть посложнее Даже советуют ей, что ей надо меняться А то останется, я говорю, с бомбой С кошечками С кошечками Идите, знакомьтесь с первым женихом Удачи Здравствуйте Привет Меня зовут Человек Петербург Я супергерой из Петербурга Со мной ты в безопасности Здравствуйте Это интересно Получается какой-то некий симбиоз Супермена Матроса И кого еще Здравствуйте Человек Петербург Хорошо выглядите сегодня Спасибо Напугал ты как Красный скотч это круто Конечно Крутально С кем вы? Это мой прекрасный Хороший друг Лешка Очень приятно В одной палате Или? Или на боку Или на доктор Может вы перепутали программу Хотели к Баскову На женинке А попали к нам В масках Да нет Вы не смущайтесь Это просто такой костюм Чтобы привлечь внимание А так я помогаю людям Я из города Петербурга У нас социальный проект Да И мы пытаемся дать пример Показать пример людям Которые себя Бескультурно ведут Сынок Это ведь когда злое дело И делаешь лицо прячешь А когда доброе дело Наоборот нужно Чтобы вас запомнили все А я не хочу показывать свое лицо Это будет как самопиар Люди могут не понять Нет Герои не должны знать лицо Хорошо Давайте на вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Человек Петербург 21 год Имя скрывает Борется со злом В северной столице Следит за порядком На улицах города Оказывает посильную помощь прохожим Гордится своей страной И тем Что спас жизнь другу Мечтает изменить мир К лучшему Единственная возлюбленная Была полной противоположностью Не уважала старших Ругалась матом И разбрасывала окурки на улицах Когда понял Что она неисправима Ушел Надеется что любовь Станет его супергероиней Человек Петербург Посмотрите Человек Паук Стал таковым После укуса паука А Бэтмен После того Как свалился в яму К мышам А вы то Да Тоже есть одна Очень интересная история Однажды Шел по переходу Метрополитена Санкт-Петербургского И увидел Такую Не самую лучшую ситуацию Когда бабушка Со своим пакетом С фруктами Там апельсины Яблоки У нее он порвался И она рассыпала это все И люди шли Довили Никто ей не помог Я тогда тоже Прошел мимо А уже дома Меня начала мучить совесть Я задумался об этом А вы не помогли? Тогда не помог Вот Это была наверное моя Такая большая ошибка Но зато Она послужила Дальнейшему Развитию событий А имя-то есть У человека Петербурга А зачем оно тебе? Какая-то это приземленная роза Это же так не важно Имя же это не так важно Важны поступки Да Идеи Цели А вы Прямо работаете Да вот Человеком Петербурга Мы снимаем видеоролики Да Где показываем пример для общества И выкладываем А есть такой ролик Давайте посмотрим на него Есть работенка для человека Петербурга Нет, человек Петербург Помогающий городу Я вам помочь пакету донести Ой На ту сторону Костанова терроризма Пойдемте Да я вам помогу Ага Ага Парик, да? Надо выкинуть мусорное ведро Вопросы Покажите Пойдем Пойдем Можно держать Обарики Не бросать бедра А пока вносим их И кидаем Здесь Это плохо Не надо только одному говорить Дай мне сказать Мужчина Вы обронили Прошу убрать за собой мусор Которым вы засоряете Санкт-Петербург Всегда с вами Ваш Человек Петербург Если бы не просто поднял окурок А вот он только еще руку с ним тянет А супергерой такой Хватил за запястье А супергерой это тот, который взял это окурок И прямо так в лоб И погасил Бычок Бычок надо оттешить Ну и обкапот чувака Сразу Хорошо Дайте про любовь Человек Петербург Да, давайте Перейдем А вы влюбились вот в такую падшую женщину Которая все время роняла И после нее падали окурки Всякая грязь Всякая нечесть Изначально она скрывала это И была такой приличной девушкой Как мне показалось Вот Тогда на мне еще не было маски Были веселые юношеские времена Вот И мы весело проводили вместе время Но потом Чем дальше заходили наши отношения Тем больше она передо мной раскрывалась И вот я увидел этот ее характер Когда она уже не стеснялась Материться Ну при мне материться Купить себе пиво Пить пиво Или Ну она никогда допустим Не уступала места в метро И могла спокойно нагрубить Людям старшего возраста И Меня это в ней разочаровало Да Ну конечно И вы ее бросили Вместо того чтобы перевоспитывать Я пытался ее изменить Знаете акурок то поднять Каждый дурак может А вот И спадшей сделать девушку Приличной Вот как любовь например Это уже затраты душевные Спадшей Мы уже ярлычок повесили Вот Я и пытался этим заниматься Может пробу поставим Я и пытался этим заниматься Но К сожалению Это все возвращалось к одному Она не хотела меняться Ей нравился такой образ жизни Вот И А вы же Через сколько хотите снять вот эту маску? Я думаю Я ее не сниму Никогда? Да А жениться когда пойдете в ЗАГС? В ЗАГСе Ну В ЗАГСе может быть сниму Чтобы лицо зарегистрировать А дома будете Дома будете перед женой Вот снимать И перед детьми? Ой я представляю Перед женой конечно буду Да Вы супружки долго Она его испортит Он снимет маску сразу А нужно вот нашей невесте в чем-то помочь? Как вы считаете? Ой ну не знаю Мне надо для этого с ней пообщаться Познакомиться Ой у вас столько много общего ребят Общего много На самом деле они супергерои Сейчас разорвет Рубашку на себе И улетит Между прочим у нее вот есть мечта 72 страны объехать Или уже объехала? Нет У меня есть мечта 94 моря объехать Вот То есть такие схожие мечты даже Покажите сюрприз который приготовили Сюрприз? Пойдемте Покажу Сейчас Прошу вас Браво 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 Это было восхитительно Я вам хочу сказать Вы нас порадовали Человек Петербург Улетайте со своим другом В свою комнату А вы дорогая До свидания Милая веселая девушка Листики О листики Да это здорово Напоминание Напоминала Помнишь Игра такая Волк с яйцами Где Волк с корзинкой Яйца ловил Девочки что вы скажете Милые Такой довольно креативный На самом деле молодой человек Ну я думаю им будет интересно Правда не знаю как насчет супруга Но я думаю они подружатся А мне кажется что Люба креативная сама И мне кажется ей нужно кто-нибудь Она очень креативная Она очень креативная конечно Судя по истории с бывшим то просто креативила так Вот мне кажется Ну в отношениях один человек должен быть вот таким ветреным веселым А другой должен быть Извините а кто ветреный веселый из двоих Любовь или человек Петербург Ну мне кажется они вдвоем такие И поэтому нужно чтобы одна Люба осталась такая Ну я ничего не говорю Мне очень понравился молодой человек А я знаю почему они против Они завидуют Женская зависть Каждый хочет летать Да 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 Это же не к ним подошел человек Петербург Вот мне хочется уже чтобы Любочка по помойкам и по бомжикам Не одна ходила А летала с человеком Петербургом Молодцы Будет все здорово Я вижу вас в паре Вам он понравился Вы знаете сколько эмоций Да Я ваш вижу Я не прыжок с парашютом Но был очень экстремальный Ребят мне даже трудно представить Более гармоничную пару чем вы Роза Ну прям Ларис ты скажешь Ну у нас же не идет передача Про создание отряда тимуровцев Как у нас раньше было Мы же все таки сватаем как никак Ну с именем должен как минимум прийти Чей род продолжать будет А человека Петербурга я не могу сватать Я не знаю То ли кличка То ли род занятий Не понимаю Поэтому не могу рекомендовать Пусть по-человечески придет Без маски с именем Василиса Когда наиграется наш студент Вот такой юный Добрый Я думаю что через пару лет В эти игры уже наиграется Но он правда по-настоящему добрый Хоть лицо свое скрыл Но все таки дату и время рождения представил Можем считать что уже сбросил маску Действительно идеалист Действительно альтруистичен Луна в рыбах А Венера в соединении с Вегой Это такая голубая Сапфировая даже звезда Альфа Лиры Она склоняет человека именно к альтруизму Поэтому у него это совершенно искренний порыв Ну вот с таким юношеским максимализмом И с такой какой-то простотой и наивностью Он его выросил Мне приятно кем-то слышать Приятно Давай поженимся теперь в вашем мобильном Набирайте 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью Второй жених готовится к рандебу с нашей невестой А пока реклама Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Любовь» И дети знакомятся со вторым женихом «Удача» Меня зовут Александр Очень приятно Не приятно Спасибо, проходите Он мне как напоминает «Чак на улице» «Чак на улице» Да, наверное, что-то есть Немножечко из Денинграда С кем вы? Я с друзьями Владимир и Сергей Давайте на вас посмотрим Александр, 32 года Уличный музыкант Гордится тем, что оставил успешный бизнес ради того, чтобы заниматься любимым делом Мечтает о доме в горах Предупреждает, что сохраняет отношения до тех пор, пока любовь не превращается в привычку Два года ездил на свидание к возлюбленной в другой город Когда созрел для женитьбы, узнал, что избранница сменила ориентацию Надеется, что любовь не склонна к подобным экспериментам Саша, а как нужно было сменить успешный бизнес на работу уличного музыканта? Как говорит мой муж, лишь бы не работать, что ли? Хорошее наблюдение, да На самом деле я просто хочу заниматься тем, что мне приносит удовольствие каждый день А уличный музыкант, это не сама цель, это промежутное состояние А потому что 32 года, не серьезно же Кто определяет серьезность? Скажите, пожалуйста, вы уличным музыкантом стали, потому что с бизнесом что-то было не так? Нет, про меня Или, может быть, у вас бизнес уже так хорошо работает, а вы себе можете вполне позволить Там была немножко другая история Там просто, когда у бизнеса начались проблемы, я не предпринял вообще никаких усилий, чтобы его вытащить Я просто опустил руки Потом, когда я задумался, почему я это сделал, я понял, что просто это был не мой путь Он меня затягивал, он приносил Мне было что есть И не было к чему стремиться Потому что, мне кажется, вот это я играю на гармошке у прохожих на виду Как-то в 32 года так не солидоз уже Неловко А когда холодно, зима, там, вьюга Я не только уличный музыкант А что еще? Ну, мы потихонечку растем Когда мы начинали развиваться как коллектив, мы не стеснялись выходить и делать это просто на улице В этом плане по духу и по сути мы уличные музыканты В 32 года бросить бизнес успешный, когда в этом возрасте люди уже семью создали и, как сказать... Ну, уже, да, надо жить уже Но он уличный, он... А на жену-то хватит вам? Да Того, что вот там... Вы удивитесь, сколько можно зарабатывать Мы в переходах уже, да Вы, кстати, на шнура очень похожи Мне говорили Нравится? Ну, как... Разделяю кое-какие взгляды, скажем так Александр, а что там у вас с любовью? Как вы к ней летали в течение долгого времени? Это было в далекой юности, на самом деле А, в далекой юности? Это не последняя такая любовь? Это не последняя Ну, все равно расскажите, это так было интересно Я с ней познакомился в Крыму, когда отдыхал там, лет 19 мне было И это были первые серьезные отношения, первый человек, который... На самом деле, с которым я понял какие-то минимальные свои требования к женщине, которая должна быть рядом В общем, вы влюбились? Да, конечно Но она была из другого города? Она была из Киева Вы к ней летали-летали? Ездил, зачем? Ночной поезд, несколько часов Однажды прилетаете, а она мальчик Она не сменила пол Она перестала интересоваться мужчинами Опаньки Ну, не настолько все, я понимаю, было бы смешнее А может, где-то было сказано специально для того, чтобы оттолкнуть вас? Нет, потом у нее были отношения с женщиной, которую я ее даже знаю То есть... Ой, да будет вам? Это же весело Ну и поржали бы вдвоем Ну, конечно, в итоге теперь я это без улыбки не вспоминаю Конечно, весело А потом она к вам не вернулась? Тогда было, честно, совершенно не весело Не вернулась? Нет, потом не вернулась Люба... Ну, сердце разбило? В итоге, насколько я знаю, она с мужчиной сейчас С мужчиной? Да Ну, сердце разбило вам? Да Надолго? Достаточно Закалило Но сегодня же готовы к новым отношениям? Конечно У меня были другие отношения А мне кажется, он ее не сможет удержать Знаешь, она такая прям, прям викарь А он, ну, куда же ты опять? Я тебе спою Ну, она поедет путешествовать, будет он А он же будет петь в переходах Ждать ее Петь песни о ней, о любви Знаете, мне как-то хочется сюрприз посмотреть Уже? Давай, что ли? О, круто они сыграют, да? О, песни Петь улыб Петь улыб Вот кинг-дом настрел Петь улыб Кайм-дай-лайк Думея Петь улыб I don't believe you You're not the troll No one can love Can't look on as you Здравствуйте, Женя, дуем корову Петь улыб Петь улыб Стоп-э-плэйл Петь улыб Топ-э-плэйл Петь улыб И в ее смайл-туме Петь улыб Я-я-я-й-эхи Петь улыб И в лок бай-й-вей Петь улыб И ты улыб Субтитры подогнал «Симон» 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 Извини, имеет право. Имеет право, но, к сожалению, даже талантливые люди не всегда удачливы. И, может быть, я сейчас могу вам об этом рассказать. Но раз уж мы правду рассказываем о героях, я понимаю, что большого везения на его жизненном пути может не быть. Он депрессивный. И, к сожалению, у очередной женщины придется вытаскивать его из этих депрессий. А вот великие музыканты перечислили. Ну, хорошо, не великие, а большие музыканты. Кто из них не депрессивный? А что она в старости сделать будет? У нее и так пенсии не будет никакой. Непонятно, где такой даже профсоюз есть. А девчонки, которых она в люди выведет, помогут. И муж тоже туда же. Они уже сейчас помогают. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Люде встретиться с третьим женихом. Проходите удачи. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я подчинял эту передачу, чтобы встретить твою мечту. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Проходите. Русская. Как это приятно. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. С кем вы? Я с вами с друзьями. Анна и Александр. Очень приятно, Андрей. Давайте с нас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей. 27 лет. Инженер в японской компании. Гордится своим гостеприимством и большим количеством друзей. Мечтает открыть бизнес. Предупреждает, что ресторанным изыском предпочитает домашнюю стряпню. Андрей приехал к возлюбленной в Америку для знакомства с родителями, но уже через неделю был выставлен из дома. Надеется, что любовь умеет быть в ответе за тех, кого приручила. О, Боже, это чем вы не угодили американским родителям? Ну, угодил, наверное, тем, что я приехал туда к девушке. Но к девушке к тому моменту уже, не знаю, может быть, уже потерялось те чувства, которые у нее были в тот момент, когда она меня приглашала. Давайте сначала отмотаем. Но ведь она к вам приезжала? Да, она приезжала. Мы с ней познакомились в соцсети. Она прямо американка-американка или какая-нибудь украинка? Нет, она американка-американка. А говорили на ком-языке? На английском разговаривали. И вот она приехала с водкой, а здесь холодно, морозы. Ну да, конечно, я до последнего момента не верил, что она приедет, потому что я думал, что это все-таки какой-то розыгрыш в какой-то степени. И когда она приехала, ну я, как полагается, я встретил ее в аэропорту в Шереметьево, потом повез ее к родителям в Подмосковье, в город Талдом. А там квартира, условия есть для... Да, у меня есть квартира. Но она у вас осталась ночевать? Да, она осталась у меня ночевать. Ну долго ломалась? Наша бы говорила, нет, не сейчас, как можно, мы друг друга плохо знаем. А мама сама на это намекнула. Ага, типа заходи, замерзла. Отношения, конечно, начались очень быстро. Ну вас это скорее обрадовало или... Нет, это насторожило. Вот я всегда говорю. Ханжа. Ну не отказались. Ну не отказался, да. Кажется, нет, он к ним потом в Америку полетел. За продолжением. Ну не опозорил, нет, страну-то. То есть американка не будет говорить, что все не будет. Коли позвали назад в Америку, значит, все-таки чем-то обрадовало. Ясно. И вот вы прилетаете уже в свою очередь туда, в Америку, она вас с родителем. А вы что в подарок привезли? Ну конечно я привез, как полагается. Огурцов с Аленок тоже. Ну ее отец занимается, как бы у нее есть ранчо, он там тоже сельскохозяйством немножко занимается. С вагонку гонит так слегка? Ну с вагонку он, конечно, не гонится, но вот огурцы... Солит. Солит, потом свою колбасу делает, у него олени свои есть, он там разводит олени. Ну я думаю, ладно, если он увлекается огурцами, то я тебе огурцов привезу. У меня тоже свой дом, участок, у меня тоже мама увлекается маринадами. Я взял... Надо было из России огурцы везти. Тащи банки, я тоже про это думал. Карантина не было. И? Ну в принципе, первый день был очень господиемный. Я провел ночью в родительском доме у Стефани, девушку звали. Потом я неделю пожил у нее... Но у них тут не принято взрослым девочкам жить вместе с родителями. Она снимала там что-то, да? Ну конечно, девочке же хотелось тоже отдохнуть, погулять, чтобы уйти от родительского контроля. И она ушла? Да, и отец ей снимал квартиру, оплачивал ей. И вот вы на второй неделе получили отворот-поворот. Она сказала... Ну да, ты жить со мной не можешь, потому что, если папа мой узнает, что ты живешь со мной... Потому что он оплачивает. Перестанет мне давать деньги от карманные расходы и перестанет оплачивать на жилье. А вы бы сказали, ну давай в долю, я тоже буду в свою часть. Да, я это ей предложил, давай я буду оплачивать, давай я поговорю с ним. А она что? Не, не надо. Ну, потому что, как я понимаю, она испугалась того, что я буду ее контролировать. Потому что, по своей сути, я собственник. Я бы тоже испугался, если бы меня кто-то пытался контролировать. Ну, хорошо, Андрюш, не остался в Америке, нет? Вернулся? Я год прожил и вернулся. Вот перед вами сидит Любочка такая. Да, очень симпатичная девушка. За ней глаз да глаз. Что она должна ради вас изменить? Ну, например, если она хочет куда-то пойти, на вечеринки, потанцевать, то с ней должен пойти я. Вы на работу, что ли, каждый день будете ходить? Она танцует в ночных клубах. Ну, я считаю, что это не... Вы не находитесь. А спать когда? Несоответствующая работа для серьезной девушки. Как вы считаете, можно переделать человека, взрослого? Ну, я считаю, что если Люба сама захочет, то она себя изменит. Мне кажется, что он не смог бы претерпеть ее работу. Да, я думаю, она... Мне кажется, она ревнивая. Андрей, подождите, я правильно услышала? Вы сказали, что для хорошей, порядочной девушки не подобает работать в ночных клубах. Да, я так считаю. А у вас есть еще какая-нибудь профессия? Да, конечно. Какая? У меня вообще два высших образования. Вы говорите, что это стриптизер. Когда вы успели в 22 года? Я один университет закончила сразу... Ну, какая профессия? Экономист и маркетинг. То есть бухгалтер? Маркетинг. Нет, я больше занимаюсь именно пиаром и иногда еще пишу сценарии для различных короткометражек. Какой вуз? МГАДА. Московская государственная академия делового администрирования. Вот бухгалтер, я еще понимаю, правда? При такой бурной жизни лично еще и успевали учиться. Да, я говорю, что у меня почему получилось... Поменяйте профессию, вот, допустим, на экономиста. Любовь, а вы готовы? Вы готовы изменить свою профессию, вот, ради... Ну, если ради... Образа, отношения. Я даже готова научиться готовить, а вы тут про фрагменты такие мелочи спрашиваете. Андрюш. Да. Ну что, чем удивите Любовь? Что вы для нее приготовили? Я приготовил для нее танец. Ой, какой молодец. Станцевать с невальс. Ух ты, я бы хотела с такой девушкой. Это весь сюрприз? Да. А цветов достаточно. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в лечении. Все, нормально. Добро пожаловать в лечении. И не потянет Любу в том плане, что им нужна более домашняя девушка. А мне кажется, что... Добро зануда. Люба не поменяется. Чистая зануда. Сидел здесь что-то, мямлил. В Америке ему не так, это не так. Приехала американка, веселуха, видать, зажигала здесь подводочку. Все это дело закончилось. Он с своими огурцами приперлся к папаше в Америку. Мне кажется, то, что ты поехал в Америку, неизвестно куда, это уже говорит о том, что ты авантюрный в какой-то степени. Сколько уже ты попутешествовал. Мне честно кажется, что он абсолютно, ну, больше чем уверен, что он влюбится в Люба, но он от этого будет сам страдать. Нет, а чего плохого, если он ее переделает? Положительно молодой человек, с хорошими намерениями. Ну вот даже вспомни, как ты путешествовал всегда, в чем-то занудно. Ну да, ну они просто этого не знают. Они не знают, если за такое время коротко не расскажешь все, да. Время недостаточно, да, конечно, может быть, я что-то не рассказал, но... Андрюша вам выпьет кровь. Многому хорошему научи. Он вам ест просто мозжечок, он вам будет пилить с утра до ночи. Потому что это из категории тех, которые влюбляются вот в такую вот хохотушку. Все, он прямо у вас проверил, протанцевал с вами, там все прощупал. А потом начнет на вас надевать глухие свитерочки, пострижет, смоет, запретит вам общаться с подружками и ходить где-то. Не надо, он не ваш этот человек. Хороший молодой человек, Лариса. Ой, ну и выходи за него замуж. Увлекается, простодушный, нет, я уже засватанная невеста. Простодушный, мне кажется, что как раз он такой же простодушный, как вы. Главное, что не кобелина, на что наша вообще невеста патная. Ой, знаешь, иногда хочется сказать, да пусть уж уж будет кобелиной. Как мой муж говорит, лучше торт есть и делиться со всеми, чем по поводу... Нет, на самом деле могу сказать, что по поводу не кобелиной розы ты ошибаешься. Спасибо, вообще молодцы. Быстро увлекается. Я думаю, что если потеряет голову, перестанет морализировать. Я думаю, если бы вот она с тобой, например, создала свою жизнь, вы бы с ней гораздо интереснее проводили время. Я, знаете, только одно вам желаю, Любочка, чтобы вы стали героиней модного приговора, чтобы, конечно, вас приодели, ну, хрень какая-то собачь. Точно не беременная, нет? Вот значит, надо питаться дома, потому что фастфуд, он таким фастфудом у вас прямо... Просто операция была. Хорошо. Клевая-клевая. Станете героиней модного приговора, еще такого жениха вам здесь найдем. А пока реклама, оставайтесь с нами. Ну что, девочки, как вам женихи, кого советуете? Я за Андрея. Мне кажется, что Любе хватит уже веселиться и надо быть более посерьезнее. Мне невеста понравилась. Она очень интересная и красивая девушка с большим количеством положительных качеств. Конечно, есть еще над чем поработать, но если она зайдет в мою комнату, я ее подержу. А вы? Вы знаете, я тоже колебалась между Андреем и Человеком Петербурга, но все-таки я думаю, что Андрей будет немного скучноват, поэтому я за Человек Петербурга. Ну что? Что скажешь? Как тебе любовь-то? Девушка очень милая, привлекается своим обаянием. Я думаю, если бы она сюда зашла, ну, наверное, я бы вышел за ней, но чтобы хотя бы попробовать какие-то отношения. Ведь нельзя сразу судить человека, смогу я с ним быть или нет. Как вам женихи? Мне все понравились. Нет, они бесспорно все очень интересные как люди и как личности, я не побоюсь даже, наверное, так сказать. И творческие, интересные, кое-кто даже эпатажные, я думаю, вы поняли, о ком мы говорим. Солушка, творческий человек здесь единственный. Александр. Нет. Вот вы собираете кошек, собачек, сирых и убогих, бомжиков, а вам нужно взять Александра, создать для него условия, чтобы он творил. Потому что он по-настоящему талантливый и ему нужна женщина-муза, которая обогреет и вам все это воздастся. Он на самом деле выстрелит, хоть ты ему и пророчишь еще долгие годы без времени. Я хочу верить, чтобы выстрелить. Он на самом деле талантливый человек. И ему обязательно нужна женщина. Вот такая вот простая, как вы, хохотушка, веселушка. Вы очень хороший человек. Послушайте меня, идите к Александру. Еще когда-то очередь будет к вам за автограф, миловица, а вы будете еще выбирать, кого принять. Люба мне в целом понравилась, интересно было бы продолжить знакомство. Думаю, что шансов у меня больше, чем у остальных. Если зайдет, я с ней уйду. Ни в коем случае, какой Александр, только Андрей, только Андрей. И благодарность вам будет, и любовь, и радость, и любовь сама, как благодарность. Так что прекратите заниматься елым годом. Зануда, скухожитесь через год, и себя потеряете. А с Александром расцветите, он как играл. Александр замучит вас своими депрессиями, как ваш предыдущий муж мог мучить тоже своими неровными. Александр депрессиями? Да, Александр замучит депрессиями. Он абсолютно депрессивный и грустный тик. Человек Петербург любит девушек маленьких, худеньких, скорее всего, темноволосых, очень спокойных. Такой кобыля, аккуратно поднимешь, куда ты с ней долетишь-то. Да, вот я предполагаю, что при том, что он вам подходит, но все-таки его типа с женщиной немножко другой. Советую Андрея, потому что ему нравятся такие разбитные, раскрепощенные, как вы. И в то же время в нем достаточно серьезности и желания... Какие вы не тонкие с розы. Андрей. Ну хорошо, слушайте свое сердце, оно вас не обманет, вы точно знаете, куда пойдете. Идите, мы вас поддержим в любой случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Юлия, 25 лет, номер 1970. Директор по продажам в крупной строительной сети. Катается на мотоцикле и помогает приюту для животных. Ищет интеллигентного тусовщика. Надежда, 40 лет, номер 1971. Массажист в салоне красоты в детском саду. Ищет правильного мужчину серьезной профессии с хорошим чувством юмора. Мы не знаем, выйдет Любовь одна или со своим новым избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение. Давайте рядышком. У нас есть пара Любовь и Андрей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. А женщины все красиво начинают. Утеночки, ванночки с пеной. Если бы он ко мне полез, он бы вылетел с балкона. Наверное, может, я выбираю таких женщин. Может, вы мне поможете. Слушайте, а вам новые родственники не нужны? Я первый раз за 4 года отговариваю. Не идите в эту компанию. Без тебя попутал. Без тебя жизни нет. Без тебя. 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 Без тебя.